Добрый вечер, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Разговор по чесноку». Я ее ведущий, Роман Полинсков. Сегодня мы будем говорить о правах человека. Знают ли сами граждане свои права? И говорить мы будем на эту тему с Юрием Михайловичем Лукиным, старшим преподавателем юридического факультета, адвокатом. Юрий Михайлович, добрый вечер. Юрий Михайлович, первый вопрос. Как вы считаете, знают ли граждане свои права? Вопрос достаточно широкого смысла. То есть вопрос о том, что знают ли права вообще. Конечно же, безусловно, не знают. Это говорит о том, что в те права, которые предоставляются им вообще, здесь граждане являются абсолютно некомпетентными и не могут охватить все сферы жизни, где они сталкиваются. Однако, если мы говорим, что некоторые граждане в той или иной сфере что-то знают о правах и умеют ими пользоваться, и всегда это вызывается необходимостью. То есть как люди узнают свои права? Они сталкиваются с какой-то несправедливостью. Либо ситуация, когда они вынуждены сами защищать свои права, либо когда их кто-то обидел. Тогда они потихоньку начинают узнавать. Иными словами, права узнаются в горе. То есть тогда, пока не было беды, ничего не случилось, граждане не задумываются о том, что им надо знать свои права, то, как их защищать, и тем более куда, либо к кому идти, чтобы их права защитили профессионально. Как говорится еще в одной пословице, пока петух не клюнет, мужик не перекрестится. То же самое, пока не возникнет необходимость юридической помощи и знания своих прав, никто не шевелится. При этом большинство граждан начинают узнавать свои права именно с наиболее необходимых в ежедневной жизни. То есть мы здесь говорим о правах как потребителей, потому что каждый день мы заходим в магазин, покупаем что-то, покупаем услуги, нам оказывают услуги, мы покупаем товар. И в условиях современного мира это становится поседневностью, когда ты оцениваешь с точки зрения действия продавца, либо исполнителя, насколько компетентно они к тебе отнеслись, насколько товар хорош. И вот на этом уровне гражданин начинает познавать свои права с самого детства. Но это называется уже, можно назвать такими, что они учатся качать свои права. То есть когда приходят в магазин, например, попытки обменять некачественную обувь. Это наиболее часто распространенная ситуация, когда возникает необходимость знания, что продавец может, что не может. Например, последний случай, который у меня непосредственно происходил, когда при некачественной продаже обуви отвалилась подошва. Продавец вместо того, чтобы поменять товар, предложил его вернуть деньги, предложил поменять его товар на меньшего размера. То есть соотносимость предложенного и то, что необходимо данному человеку, никак не соотносится между собой. Но, безусловно, если брать более глобальные права, связанные, например, с взаимоотношениями с полицией, взаимоотношениями с уголовными органами, то здесь, безусловно, царит абсолютное незнание о правильности своего поведения. Что достаточно часто и пользуется, когда мы понимаем, что если человек попал под подозрение в совершении какого-то преступления, то его первые показания, которые могут быть взяты в отсутствие адвоката, они лягут в основу обвинительного приговора, и с этим, фактически, в последствии будет что-то очень сложно сделать. Поэтому определенные ликбезы в отношении тех прав, в отношении даже не прав, а алгоритмов действий. Потому что, понимаете, когда вот закон предусматривает какое-то право, оно просто предусматривает, оно декларирует это право. Для того, чтобы право начало работать, должен быть алгоритм непосредственно поведения самого человека, непосредственно госоргана, либо контрагента, с кем они происходят. То есть, если вы хотите правильно защищать свои права, вы не надо апеллировать статьями Конституции, статьями закона. Вы должны просто четко знать, что вы должны делать в той или иной ситуации. И чем больше таких алгоритмов человек узнает, тем больше он познает свои права. Хотелось бы отметить, что даже юристы, которые профессионально занимаются защитой прав, не все свои права знают. Потому что их слишком много, и слишком много тех нормативных документов, которые помогают в защите данных прав. Знают ли граждане, как можно себя юридически защитить? На самом деле, большинство думает, что, прежде всего, самозащита – это лучший способ. Это складывается тем, что все-таки рынок юридических услуг, сфера оказания бесплатной юридической помощи в России, в Татарстане, она достаточно большая. И люди боятся, что придя к юристу, либо адвокату, им окажут некачественную помощь, которая в последствии только навредит им. Поэтому первый уровень, когда граждане пытаются что-то сделать, это самозащита. Это всесильный интернет, в котором присутствует достаточно много разных предложений, и человек пытается воспользоваться ими для защиты своих прав. Когда он терпит неудачу, он уже начинает думать о том, стоит ли обращаться к профессионалам. И в попытке найти профессионал, он, безусловно, сначала ищет наиболее дешевые варианты, а уж потом, когда все становится совсем плохо, он ищет действительно тех профессионалов, которые могут на должном уровне оказать ему данную помощь. Хотелось бы сказать, что разница между платной и бесплатной помощью, она все-таки существует, но не такая, о которой можно наговорить, что в бесплатную помощь юридически идут только те, кто не достиг ничего в платной. На самом деле достаточно много идейных людей, которые пытаются помочь гражданам на безвозмездной основе. То есть и для адвокатов характерно то, что мы иногда берем дела, так называемые пробоны, то есть бесплатные, когда мы видим социальную ответственность нас, как юристов, перед теми слоями населения, которые попали в достаточно тяжелую ситуацию и не могут оплатить юридическую помощь в настоящий момент времени. Такое часто бывает с пенсионерами, с бабушками, либо у меня это бывает с потерпевшими от уголовных преступлений, потому что достаточно сложно человек находится в состоянии, когда стал жертвой преступлений, и он еще должен платить за то, чтобы его права защищали. Поэтому здесь мы пытаемся идти навстречу, чтобы помочь действительно человеку достигнуть той защиты, которой она необходима. Очень часто бывает, что те лица, которые выступают со стороны профессионалами, они пытаются ввести в заблуждение, обмануть граждан, навязывая им определенные условия, которые изначально могут быть невыгодны. И здесь уже спор идет, как говорится, между юристами, чей юрист круче и у кого больше возможностей и понимания того, как это все делается. При этом, когда гражданин занимается самозащитой, у него больше шансов стать жертвой именно юриста, который находится на той стороне. Я не советую непосредственно всегда обращаться к юристам, то есть не всегда это необходимо, но получить консультацию, либо оценить свои действия с точки зрения именно правильности поведения, безусловно, надо. Никогда не знаешь, какое действие приведет к правовым последствиям, к чему оно будет, будет ли оно административно наказуемо, либо уголовно наказуемо, потому что многие не задумываются, совершая определенные действия, что внезапно раз и будет уголовное наказание. То есть не все преступники догадываются. Мы понимаем, что есть принцип незнания закона не освобождает от ответственности, но если есть люди, которые знают закон, то в принципе надо туда обращаться. Спектр, куда можно обратиться, достаточно широкий. От правозащитных организаций, от организаций, которые помогают социально защищенным слоям населения, ну, до, безусловно, профессионалов. И здесь мы говорим о том, что, например, юридический факультет, то есть он характерен тем, что в нем впервые за всю историю России была создана в середине 19 века юридическая клиника, то есть когда преподаватели, студенты оказывают юридическую помощь населению. И юридическая клиника Казанского университета является наиболее старейшей, то есть в России. И в настоящее время она продолжает действовать, то есть фактически опять-таки инструмент оказания квалифицированной помощи населению. И мы видим, что всегда можно найти того, кто хотя бы проконсультирует в правильном направлении и предупредит нарушение прав. Но граждане, еще раз повторюсь, да, то есть в большинстве случаев, ну, я могу просто примерно сказать, вот на мое ощущение, что процентов 60-70% населения боятся идти к юристу. Почему же так? Опять-таки боязнь быть обманутым, то, что их обманет собственный юрист, это ощущение, оно остается у населения. И очень сложно бывает переубедить в том, что мы не хотим вас обмануть, мы хотим вам помочь. И пока человек не попал в совсем плохую ситуацию, он не задумывается об этом. И дальше вот опять возникает вопрос, как ищут юристов. Это отражает общую ситуацию. То есть у нас юрист не может работать только на той внешней рекламе, которая там дается в обычных нормальных странах. То есть там интернет, газеты, реклама, все остальное, это не работает в России. В России работает исключительно путем передачи рекомендаций от одного человека к другому. Ну, в России, насколько я знаю, вот, даже погуляв по сайтам юридических фирм и адвокатских, многие смотрят на сам сайт еще изначально, пытаются как-то связаться и думают, как бы их действительно не опрокинули. И потом уже думают, куда же действительно идти. Ну, если мы углубимся в особенности именно продвижения юристов, то мы скажем, что сайт это не способ рекламы, это способ как бы закрепления. Насколько нам известно, люди обычно думают, мол, а действительно это настоящий юрист, а не просто какой-то человек, который купил себе этот диплом и начинает уже этим заниматься. Да, при этом, когда мы проводили анализ юридических сайтов, например, Татарстана, то мы пришли к выводу, что в районе 40% сайтов юридических компаний не содержат указаний на то, кто работает в этой компании. То есть там просто компания, предположим, там компания, там законный порядок, да, и в этом случае кто директор, кто юрист, там не указан. Понятно, что такие компании, у которых есть только название, они не вызывают доверия. Поэтому одно из правил юридического маркетинга – всегда надо персоналифицировать того человека, который оказывает услугу. То есть человек должен доверять ему. То есть когда он знает, кто с ним работает, кто его юрист, кто его защищает, и он ему доверяет, тогда как бы и смысл работы появляется. Что необходимо делать, если пытаются устроить шантаж? – Здесь, как уже можно сказать, повторюсь словами знакомого сотрудника органов, правоохранительных органов, то звоните нам, то есть звоните в полицию. Самостоятельно решать шантаж можно только в случае, если вас шантажирует сосед по партии, но каким-то незначительным поводом. Если речь идет о деньгах, либо об каких-то более серьезных вещах, то единственное, кто вам может помочь, безусловно, полиция. Один-другой орган никаким образом это не решит. Потому что только у них есть право при проведении какой-то операции, связанной с передачей того, что хотел шантажер, взять его на поличным и уже на основании этого разрешить эту ситуацию. Опять-таки вопрос шантаж. О чем шантаж? На каком уровне? Хотят ли денег, либо еще что-то? Исходя из этого, уже определяется, какие права нарушаются. Но, скажем так, что обычно сам шантаж – это способ вымогательства денежных средств, либо каких-то действий. Мы понимаем, что у нас в России не так часто встречается, как похищение людей с целью шантажа. То есть похитил ребенка, чтобы отец там что-то сделал. Ну, к сожалению, такого, вернее, к радости. К радости такого у нас нечасто распространено. Но обычно, да, это шантаж с помощью каких-то документов, либо, опять-таки, фотографий, либо данных о том, чтобы человек непосредственно ему заплатил за молчание, либо нераскрытие информации. Хорошо. Перейдем к выборам, которые у нас недавно прошли. И сейчас уже пошла такая тенденция, то, что при голосовании, когда вот пошел проголосовал, дают браслетик, допустим, чтобы можно было кататься спокойно целый день бесплатно на общественном транспорте. Он является также входным билетом на концерт, который приуроченный к выборам. Ранее такого, насколько я знаю, не было. Вот нормально ли это сейчас? Ну, на самом деле, это, насколько мне помнится, уже тенденция не последнего года, а только уже несколько лет такое происходит. Давайте мы просто с вами разделим само понятие. А стимулирование населения к участию в выборах и стимулирование населения голосовать за ту или иную партию. Это как бы две вещи, на самом деле. И мы видим, что вот эти действия, о которых вы говорите, это стимулирование именно населения прийти на голосование. Без подталкивания к тому, чтобы голосовать за того или иного кандидата или ту или иную партию. И здесь в ходе такой кампании достаточно сложно найти нарушение. Потому что мы понимаем, что формально нет никакого агитации за кого-либо. Просто человека приглашают пройти, и за то, что он проголосовал, он получает определенные няшки. И если он хочет ими воспользоваться, он пользуется. Не хочет, не пользуется. При этом интересно в том, что где-то впервые это появилось лет 10 назад на моей памяти, когда вот такие подарки дарили тем, кто первый раз пришел на выборы. Но чтобы стимулировать именно молодое поколение идти на выборы. Потому что традиционно у нас на выборы ходят люди либо среднего, либо старшего поколения. Молодое поколение, оно наименее активно в политическом плане. Причин, на самом деле, может быть много. Некоторые просто не хотят. Некоторые считают это бесполезным занятием, потому что все предрешено заранее. Но мы понимаем, что если это является законным, стимулировать население к тому, чтобы прийти на выборы и сделать свой выбор, то агитация за кого-то из кандидатов в день тишины, либо в день выборов, оно является нарушением. И тот человек, который агитирует за того или иного кандидата, непосредственно должен быть привлечен к ответственности, предусмотренной законом. То есть это штраф и удаление, например, с избирательного участка, если он на избирательном участке проводит агитацию, либо около. Для этого там как раз дежурят наблюдатели, дежурит полиция, которые должны зафиксировать данный факт. Ну вот насчет фиксации вот таких данных фактов и как работают наблюдатели, и как работает сама избирательная комиссия. Борются ли с теми людьми, кто, допустим, делает тот же самый выброс или мешает работать даже той же самой прессе? Потому что, насколько известно, сам избирательный участок является общественным местом, и там съемки вроде бы разрешены. Да, но смотрите, избирательный участок, это участок, который имеет на самом деле специальный статус, то есть место проведения выборов, которое обозначается законом, и правила поведения на этом участке определены так же законом. То есть мы знаем, что, например, в кабинку нельзя заходить подвое. То есть член избирательной комиссии может помочь сделать выбор только в случае, если человек там слабовидящий, либо по другим причинам не может сам поставить галочку. Четко предусмотренный случай. В случаях, когда ведется видеозапись и выкладываются нарушения, то, безусловно, и Центр избирком, и органы полиции должны непосредственно реагировать на подобные вещи. И если происходит какое-то нарушение, то цель нахождения наблюдателя зафиксировать и донести в виде жалобы, либо информации о том, что это было. Опять-таки, выборы показывают, что все связано с личностями наблюдателей. Есть пассивные наблюдатели, которые пришли, отсидели, ушли. И есть активные наблюдатели, которые своим поведением показывают о том, что они стремятся действительно нести знамя наблюдателя достойно и фиксировать любое нарушение. Они следят полностью за всем процессом и потом пишут жалобы, которые указывают на то, что там происходило. Отношения с прессой – это достаточно своеобразные отношения, потому что пресса – это люди, которые имеют доступ. Им нельзя запретить находиться там. Они могут вести съемку. То есть понятно, что когда пресса присутствует, все боятся каких-то провокаций. Ну, так бывает. То есть раз пришла пресса на этот участок, а никто из ВИПов не приехал, значит, что-то должно случиться. И здесь сами нарушения в любом случае должны нести сразу же последствия. То есть электоральное законодательство, то есть законодательство в ВИПах, оно предусматривает достаточно быстрый отклик на правонарушение. То есть если мы знаем, что человек, который нарушил правила ПДД, он там может обжаловать решение, потом еще дело будет два месяца рассматриваться, потом еще два месяца на то, чтобы оплатить штраф. То есть получается, может пройти полгода с момента нарушения до момента наказания, то на выборах сегодня нарушение, завтра рассмотрение дел. Все очень быстро, особенно в предвыборной кампании. Там нет возможности подумать день-два. Там надо сразу же фиксировать, сообщать и разбираться в суде по этому поводу. И то же самое во время выборов. То есть всех должны фиксировать это сразу же. Незафиксированные нарушения нарушением не являются. Если у вас нет там надлежащей заверенной копии протокола УИКа, то непосредственно говорить о том, чтобы протокол был подменен, уже не представляется возможным. Потому что наблюдатель не сделал свою роль, не получил заверенную копию. И лишил в тем самым надлежащих доказательствах при последующем доказывании нарушения на этом участке. Давайте поговорим о договорах. Часто случается так, что либо договор неверно составлен, либо в конце уже мы находим всеми любимый мелкий шрифт. Что в данном случае делать? На самом деле вопрос про договоры мы упираемся в одну статью гражданского кодекса, которая гласит о том, что в России существует свобода договора. Каждый гражданин волен заключить тот договор, который мы предложили. Либо он может его не заключить. Редко бывают случаи, когда человека обязывают заключить тот или иной договор. И здесь мы должны осознавать, что подписывает тот или иной документ, мы должны его досконально прочитать. Это первое правило. Если вы подписываете что-то, прочитайте от начала до конца. А лучше всего снимите на фотоаппарат, если вам не отдают экземпляр, например, какого-то заявления. А при договорах прочитайте от начала до конца, чтобы быть уверенным, что там содержится все. Есть, конечно, наговорка, что если вы, например, опять-таки выступаете в роли потребителя, то закон о защите права потребителей Российской Федерации стоит на вашей стороне. И потом у вас будет право говорить о том, что этот пункт договора нарушает мои права потребителя, поэтому он является недействительным. Но если вы вступаете в отношения, например, с другим физическим лицом, то такого права у вас не будет. И как будет написано в договоре, так оно и будет действовать. Это еще одна статья Гражданского кодекса, которая говорит о буквальном толковании положения договора. То есть нельзя будет сказать о том, что подписывая этот договор, и введя этот пункт, я думаю, что это немножко о другом. Как написано, так и будет действовать. Мелкий шрифт – это на самом деле скорее не понятие шрифта, а понятие того, что люди не любят читать договор от начала до конца. И то, что когда читаешь договор, там никто не использует большой шрифт, там поменьше, привлекая внимание. Просто в этом случае договор раздувается до того размера, когда человеку уже становится лень. У человека там на второй странице обычно рассеивается внимание, он пропускает нужные моменты, пока подписываю, потому что уже надо идти там, либо еще что-то. И обычно, когда большой договор подсобывается, человеку подписывайте, он должен взять паузу. Он должен взять договор, прийти домой, прочитать, если ему что-то непонятно, уже пойти к юристам, чтобы вместе прочитать договор и понять, есть ли там нарушающие права. Но это не так часто бывает. Мы понимаем, что, например, те же договоры купли-продажи, они достаточно лаконичны, то есть там не так много содержания. И нарушить такими правами, скажем, самим договором права человека достаточно сложно. Потому что обычно, например, при купли-продаже недвижимости проблема возникает не из текста договора, а из самого объекта. Потому что то, что если с объектом какие-то проблемы бывают, они порождают последующими и недействительные все сделки, либо с продавцом. То есть здесь вопрос не в том, что надо читать договор, надо анализировать сделку вообще. То есть надо видеть, кто у вас находится в контрагентах, какой товар к вам приходит, природа этого товара. То есть если товар имеет определенную специфику, то надо проверять эту специфику. Приведем простой пример. Например, телефон, всеми любимый iPhone, который выпускает компания Apple. Здесь мы должны понимать, что не все телефоны Apple могут быть продаваться на территории Российской Федерации. Существует такое понятие, как нотификация электронных устройств, который процесс получения разрешения эксплуатации на территории Российской Федерации в органах ФСБ. И Apple делает разные модели для разных стран. И нотификацию проходит только та модель, которая выпускается специально для России. Если вы, например, привозите iPhone из-за границы, то вы обязаны его на таможне сдать в специальную комнату, и в последующем, написав заявление в органы ФСБ, получить нотификацию либо разрешение на ношение данного объекта. Телефона. Но если вы покупаете, например, телефон с рук, то у вас есть опасность в том, что к вам могут быть предъявлены требования нарушения таможенного законодательства, то есть пересечение границы электронным объектом, которое не прошло специальную процедуру. И как бы это ни звучало дико, большинство iPhone, которые введено таким образом, они могут быть изъяты государством. Мы понимаем, что этого повального нет, но существует судебное решение, подтверждающее данные факты. И с тем, что это может случиться, никто ничего сделать не может. Либо второй момент сейчас. Все достаточно легко могут покупать товары через магазины, интернет. То есть это вообще повальное явление покупка. Вот там вообще никто не читает правила. Особенно, когда ты покупаешь за рубежом, надо понимать, что там не все товары могут пересекать границу. Опять нарушение. У нас были уголовные дела, когда химики заказывали какие-то интегриенты за границей, и при этом потом получали срок из-за того, что, например, в России отнесено к взручатым веществам. Поэтому, когда вы что-то совершаете, рассмотрите шире. Текст договора – это всего лишь одна бумага. Она может и не действовать, но последствия того, что вы сделали даже с хорошей бумагой, могут быть хуже. То есть сам договор – это как бы завершающая стадия. Сначала надо посмотреть все остальные факторы, сопутствующие. Причем, опять-таки, у каждого договора эти факторы свои. То есть мало того, что вы покупаете там в магазине электронику, а вот другое – это вы покупаете квартиру, там, дом, земельный участок. То есть здесь, ну, абсолютно разные подходы к этому. Допустим, такая ситуация. Человек предоставляет скриншоты из социальных сетей и пытается с их помощью добиться своей выгоды. Могут ли они послужить возбуждению дела? И вообще, есть ли какой-то вес у этих скриншотов? Ну, на самом деле, сейчас, на протяжении последнего времени, все эти информационные технологии существенно изменили баланс использования электронных носителей, баланс использования этой информации из интернета. Прежде всего, хотелось бы рассказать несколько случаев за последнее время. То есть все мы знаем социальную сеть ВКонтакте и то, что размещение информации ВКонтакте, в принципе, логично, не должно не нести никаких последствий. Однако, за последние только 3-4 месяца мы видим возбуждение уголовных дел за размещение информации, которая побуждала националистическую вражду. Спокойно есть информация, которая зафиксирована, которая может послужить основанием для возбуждения уголовного дела. Людей осуждают за то, что они размещают подобные материалы. То есть, например, если вы разместили свастику либо другие материалы, связанные с нацистами, то это будет основанием для того, чтобы соответствующие органы зафиксировали это на своем уровне, и вы получили приговор. Другой случай, тоже из-за разряда, вот как раз из того разряда, когда человек не знал, что это незаконно. Парень с девушкой расстаются, и парень публикует у себя на странице ее интимной фотографии. Фактически это является нарушением. Причем нарушением, подпадающим под действием уголовного кодекса. И буквально за последний месяц мы видели два приговора такие на территории России, когда за размещение таких фотографий лица были осуждены. Хотя изначально у него не было понимания того, что он совершает преступление. Он просто хотел отомстить человеку, с которым он расстался. Если мы берем именно с точки зрения уголовного права, то мы понимаем, что фиксацию на то, что происходит в интернете, осуществляется непосредственно сами органы и следствия. Для них достаточно зафиксировать тот факт, либо с помощью специальных устройств снять информацию со сайта, либо со страницы. Если мы говорим о том, что отношения между физическими лицами, то существует специальная процедура, по которой должны пройти при заверении того скриншота страницы, которые впоследствии будут использованы для каких-то целей. Например, мы говорим об нарушении авторского права. То есть если у человека есть таборный знак, либо какое-то произведение, он его размещает на своей странице, там, логотип. Для того, чтобы зафиксировать то, что это лицо нарушает авторские права, используется так называемое нотариальное заверение страницы в интернете. То есть понятно, что это стоит денег, но это специальная процедура, которая впоследствии еще не дает оснований говорить о том, что этого не было в интернете. Но если брать совсем уж, спускаться на обыденный уровень, который происходит в судах, там, в районах судах, в мировых судах, то в большинстве случаев просто достаточно распечатать скриншот и предъявив его в суд, суд уже будет обращать на него внимание. Если, конечно, не будет сомнений в его подлоге. Наиболее чудесный случай, который был в моей практике, это когда сторона сделала скриншот переписки в WhatsApp, и тем самым распечатав данные десятки страниц, принесла их в суд. И суд, к моему удивлению, принял их к рассмотрению и вложил в дело, хотя особой оценки не давал. Но как показатель, то, что подобные вещи могут быть использованы, безусловно, это и есть. То есть, как я понимаю, сами скриншоты могут быть задействованы в деле, если они нотариально заверены, да? Безусловно. А, допустим, если сначала сделали скриншот быстренько, его отфотошопили и уже пошли? Как тогда? Нет, смотрите, здесь нотариус, когда он заверяет скриншот, он осматривает сайт. То есть это не совсем заверение скриншота, это заверение содержания страницы. Не ты приходишь с распечатанным скриншотом страницы, а нотариус распечатывает электронную страницу. То есть если у тебя пароль, ты вводишь пароль при нотариусе, он открывает, сам делает с помощью специальной программы, установленной у нотариусов, клик на данный сервер, который дает отклик на основание вот этих двух параметров, содержание и показание программы, нотариус делает этот документ, который занимается заверением содержания веб-страницы. То есть здесь отфотошопить не получится. Заранее принести. Потому что процедура достаточно сложная. Ну, поэтому, наверное, не все нотариусы берутся за подобное действие. Хотя, безусловно, можно найти те, кто согласятся и помогут в этом вопросе. Теперь в плане собственного имущества поговорим. Вот частый вопрос, который обычно задают и на форумах, и напрямую к юристам. Кто имеет право на жилье в случае, если первоначальный хозяин жилья, допустим, умер, и кому переходит это самое жилье? Ну, здесь мы рассматриваем несколько ситуаций. Скажем так, вообще юриспруденция не знает какого-то единичного выхода. Она всегда многовариантна. И очень каждый небольшой фактор может оказать существенное влияние на то, что будет в конце. Мы понимаем, что если был непосредственно объект недвижимости, у которого был хозяин, и хозяин умирает, то прежде всего мы смотрим, на каком праве он находился в этом жилом помещении. Одна вещь – это право собственности. Тогда мы переходим в раздел наследственного права. В другое – это жилье было у него по договору социального найма. И здесь уже наследственные отношения не играют никакой роли. Мы смотрим, кто был с ним прописан, кто был членом его семьи, каким образом эти члены семьи либо лица, прописанные в квартире, попали к нему в квартиру, и таким образом определяем человека, который обладает правом на данное жилье. Если мы переходим в наследственное право, то там достаточно все просто. Есть завещание, нет завещания. Если есть завещание, то лица, которые указываются в завещании, если нет завещания, то непосредственно в очередности. То есть в первую очередь наследников, вторая, третья. То есть дети, родители, супруг, а потом все остальные. То есть в этом случае мы достаточно легко определим, кто. Понятно, что если возникает ситуация, ближайших родственников нет. Либо ближайшие родственники находятся далеко. Например, они уехали за границу на неопределенный срок. Обязанность поиска наследников, как ни странно, возлагается опять-таки на тех же нотариусов, которые должны узнать, были, не были. И если, например, они нашли наследников в первую очередь, то они могут передать наследникам второй очереди, которые пришли за этим имуществом. Но если никто из наследников не объявился, то имущество признается вымороченным. То есть оно должно перейти в муниципальную собственность. И уже город, то есть муниципалитет, имеет право распорядиться данным имуществом по своему усмотрению. То есть он приобретает его собственность и потом может продать через торги, тем самым получив прибыль в свой бюджет. В плане работы, как защитить себя на рабочем месте и что должен знать гражданин, устраиваясь на работу? Ну, прежде всего, как бы не странно это звучало, он должен знать, что сфера трудового права это сфера трудового бесправия. То есть работник лицо в любом случае зависимое. Но какой бы он договор не подписал, у него есть набор гарантий его прав, которые прямо предусмотрены в трудовом кодексе. Приведу пример. Встречался я с одной организацией, где работодатель решил, что его работники должны уходить в отпуск не 28 календарных дней, а 14. И сдал распоряжение, что все работники 14 дней. Мы понимаем, что это, безусловно, является дичайшим нарушением прав работника. И чтобы работодатель не написал в трудовом договоре, в своих правилах, в любом случае, будет право работника на отпуск в положенном размере. Они не могут нарушить это понимание. Либо время отдыха, либо время, например, перерыв на работу. То есть здесь есть четкие правила, как это можно делать. Просто это трудовое отношение, отношение, где работник не любит отставить свои права. Ну, как он считает большинство в работе, как мы пойдем ругаться с работодателем, потому что мне деньги же платят. Но при этом я приду и говорю, что ты нарушаешь права. Я не хочу, например, работать по выходным бесплатно, потому что слишком много работы. Но приходится либо смириться, как делают большинство, либо отстаивать надлежащим образом. Понятно, что если работник обращается в какие-то органы, например, трудовая инспекция, прокуратура, то последующая его занятость на этом предприятии останется под вопросом. Неоднократно были случаи, что после обращения работник лишался работы. Увольняли его по самым выдуманным основаниям. При этом это увольнение могло быть абсолютно незаконным. Но увольнение состоялось. И потом уже работник должен оспаривать это увольнение, был вынужден идти в суд, взыскивать невыплаченную зародную плату и так далее. Но все начиналось с того, что он пытался защитить свои права надлежащим образом. И обращение в госорганы, это как вынос мусора из СБ, и работодатель этого, безусловно, не любит. Поэтому договариваться с ним достаточно сложно бывает. Поэтому конкретно каждый человек, как совет, должен знать минимальный набор тех гарантий, которые ему даются, как работнику. Это время отдыха, время непосредственно, когда он имеет право на перерыв, право на отпуск, право на административный отпуск, на правила примирования. Правила, кстати говоря, примирования, это как раз те правила, которые устанавливаются у работодателя. И если вам предлагают, например, зарплату 10 тысяч рублей, а 50 тысяч в качестве премиальных, надо задуматься, почему работодатель хочет изменить соотношение премии и оклада, потому что обычно это сводится к тому, что у работодателя стоит задача как можно меньше вам выплачивать премию, тем самым оставляя себе право держать вас на более плотном крючке, именно таком денежном. То есть вот ты мне нравишься, я тебе плачу премию. Но ты мне не нравишься, либо в этом месте ты как-то себя нехорошо вел, не говорил мне здравствуйте каждые 2 минуты, поэтому я от тебя лишу премии. То есть злоупотребление, они могут быть изначально как бы зафиксированы в подобных документах. Но это исключительно именно по форме оплаты, потому что это, наверное, единственная сфера, где еще как-то работодатель может устанавливать собственные правила. Хотя в большинстве случаев есть четкие гарантии, за пределы которых он не может выйти. Ну вот насчет незаконного увольнения, как себя защитить, допустим, если приходит новый начальник в эту, допустим, какую-нибудь фирму и начинает, ну, жаргонно так выражусь, проталкивать своих на те места, которые уже заняты. Что в этом случае делать, когда это уже явно видно, то, что вот уже сейчас тебя уже уберут, поставят другого? На самом деле, уволить работника достаточно сложно. То есть надо понимать, что уволить по инициативе работодателя, он может только в случае, если работник достаточно грубо нарушает законодательство. Например, дважды прогулял полностью работу, не явился, там два прогула, не явился на целый рабочий день, появился в состоянии алкогольного опьянения, имеет два и более дисциплинарных взыскания в виде выговора. Здесь существует понимание, что если вас за что-то привлекают, либо что-то обвиняют, вы сразу же должны реагировать. Реакция в чем? Заявление в ТОДовую инспекцию, прокуратуру, и оспаривать любой документ, который вам выдали. Вы дали приказ о наложении дисциплинарного взыскания, сразу же оспариваете этот данный приказ. Почему? Потому что сроки на обжалование таких документов по ТОДовому праву сокращены. У вас есть только либо месяц в случае увольнения, либо там три месяца в случае задания приказа, о дисциплинарном взыскании на его оспаривание. После этого все останется в силе, и вы уже ничего сделать не сможете. То есть, если вы не обратились в установленные законом эти сроки, а там либо месяц, либо три месяца, то вы потеряете возможность защищать ваши права. По вашему мнению, как можно увеличить уровень правовой культуры в нашем обществе? На самом деле, здесь необходимо вести именно работу по правовому просвещению. Причем, правовое просвещение должно строиться не на том, что вот, господа, Конституция предусматривает ваше право на жизнь. Это не нужно людям. Людям нужно конкретно, вот, например, в сфере ЖКХ. Как они должны защищать свои права в сфере ЖКХ? На что имеет право управляющая компания, либо даже не умеет. Именно в таких бытовых ситуациях и должно строиться правовое просвещение. Говорить о высоком можно легко и много. А говорить о самых жизненных необходимых ситуациях это сложно. Потому что случаи бывают разные. И не все даже юристы знают, как из них выходить. Но чем больше людям будут преподноситься вот такие бытовые ситуации с указанием на то, как правильно себя вести, тем больше будет уровень просвещения. Научившись там на уровне подъезда решать свою проблему, человек уже имеет возможность решать проблему на более высоком уровне. Потому что по-другому это невозможно. Решив проблему в семье, мы переходим на уровень дома, решив на уровень дома, мы переходим выше. Таким образом, может быть, когда-нибудь мы дойдем, что именно право просвещения поможет перевести нашу страну к более такому, действительно, лучшему состоянию. Ну, будем надеяться на это. Ну, что ж, Юрий Михайлович, большое спасибо. Я напоминаю, друзья, то, что все время в гостях у меня был Юрий Михайлович Лукин, старший преподаватель юридического факультета, адвокат. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. На этом наша программа подходит к концу. Кстати, друзья, хотелось бы проанонсировать, в скором времени выйдет ток-шоу «Твердый знак», тоже на тему юридических аспектов, на тему прав человека, так что обязательно посмотрите, будет много еще интересного. Я надеюсь, то, что вы много подчеркнули из нашей программы. Еще раз вам большое спасибо. Вам спасибо, что пригласили. На этом я прощаюсь с вами. Увидимся, как всегда, в четверг, 19.15 на нашем телеканале. Всего доброго, увидимся, пока. Редактор субтитров А.Семкин